Продолжение следует... 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 Это создать проект... Пет-проект, который вы сможете опубликовать у себя в портфолио. Потому что часто возникают ситуации, когда... Ты вроде что-то умеешь, прошел там на степике курс... Сделал курс и не знаешь, ну что же дальше... Как вот мне взять какой-то сайт и взять его прям вот... Сделать вот прям вот полноценный фреймворк. Как это сделать? И именно поэтому я создаю этот курс повествования. В большей степени я его создаю для самого себя в прошлом. Потому что я очень много раз лазил, смотрел на ютубе, в гугле, как же мне сделать что-то для своего портфолио, действительно стоящее. Или вообще как вот... Ну что это такое? Ну понятно, как сделать сайт, когда ты там фронтендер, учишься фронтенду. Понятно, как сделать бэкэнд, более-менее, когда ты учишься бэкэнду. Но когда ты автоматизируешь, не очень понятно, с чего начинать и как к этому идти. Поэтому я создал этот курс повествования для вас и для себя в том числе. Мы рассмотрим большое количество разных элементов, как с ними работать. Но в большей степени я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что мои слова в данной серии видеоуроков, в данной серии рассказов, таких автоматизированных рассказов, они будут, конечно же, не истинны в последней инстанции. Вы всегда можете переделать, возможно, даже всегда нужно переделать под себя. Но самое главное, какой плюс я вижу, это то, что будет проект достаточно полноценный. Возможно, со своими косяками, возможно, со своими ошибками. Но самое главное, что это будет тот материал, тот скелет, темплейт, шаблон, с которым можно удобно работать, понять маломальские принципы построения тестировочного, ну, фреймворка для тестирования тестировочный. Тестировочный звучит достаточно стрёмно. И прекрасная возможность посмотреть на то, как работает человек со стороны. В процессе того, как я начал создавать уроки, я понял, что это не выглядит и не звучит так, как какой-то урок по методичке, когда сегодня мы рассмотрим темы элеменции. Какие элементы у нас есть, как мы ищем xpass или css-selector. Такого нет. И такой есть на ютубе. Вы можете найти, открыть, посмотреть много людей русскоязычных, англоязычных и особенно много наших замечательных коллег из Индии. И поэтому мне захотелось сделать какой-то некий похожий аналог в русскоязычной среде для того, чтобы можно было этим пользоваться, когда в этом есть необходимость. Почему я называю... Почему мой канал Automation Craft? Ремесло автоматизации. Я уже на одном из своих видео говорил и повторяю, что я представляю для меня наша работа, работа автоматизатором, вообще человеком в IT, программистом, это своего рода ремесло. И можно сколько угодно рассуждать о том, какая это высокоинтеллектуальная, творческая профессия. Да, действительно так. И можно так сказать про любую другую ремесленническую профессию. Люди, которые создают изделия из дерева, шьют обувь, такую крафтовую, хендмейдовую, не именно на заводах в Китае, а когда это люди делают руками, настоящие ремесленники. В этом определенно есть всегда творчество, гениальный вкус, красота, несомненно. Но красота, конечно, понятие, оно такое субъективное у всех, все воспринимают его по-разному. Я убежден, что и вообще люблю. Мне нравится то, чем я занимаюсь, ввиду того, что это действительно похоже на искусство. Это и есть искусство. Это искусство творчества, где инструментами являются не стамеска условно и брусок дерева, а программа, ИДЕшка, язык программирования, фреймворки, библиотеки и так далее. Но в любом случае мы создаем некий творческий процесс, в этом во всем присутствует. И в этом есть ремесло. Мы можем научиться делать каждый, абсолютно каждый может взять и сделать самостоятельно стул, даже если он этого не делал. Найти материалы, найти молоток, гвозди и сделать его. Сначала он может быть корявым и, возможно, он таким и будет. Но потом, со временем, когда будет уже больше опыта и насмотренности, эти стулья уже будут намного качественнее. Уже появятся не только стулья, но и, возможно, шкафы, двери и вообще все, что там... Кресло-качалка. У меня всегда была такая давняя мечта когда-нибудь иметь возможность создать и сделать себе кресло-качалку самому руками. Вот, но пока я создаю кресло-качалки в автоматизации, в тестах вместе с костылями. Вот, ну ладно, шучу. Ну, конечно, не шучу, без костылей очень сложно. Но в любом случае это такой процесс творческий. Я вас приглашаю в свою мастерскую. Заходите. Я очень рад зрителям. Вы можете посмотреть в том, как я работаю над своими стульями. И вместе со мной создать некое произведение труда, произведение искусства и труда своими руками. Дополнить своими особенными элементами. И обязательно у вас все получится, и вы сможете использовать это в работе. Это вам поможет и в практике в том числе. Главное, не забывайте, что я такой же абсолютно человек, как вы, и начинал с нуля. И сейчас я вряд ли когда-то буду и не считаю себя сейчас супер-профессионалом, который знает все и разбирается во всем. Поскольку все познать и все уметь невозможно. Все приходит только с опытом. И рассказывать вам и показывать свой опыт для меня это тоже особенный опыт. Поэтому я хочу с вами этим поделиться. Пожалуйста, смотрите, комментируйте, добавляйтесь. Добавляйтесь в мой телеграм-канал. Так или иначе, у нас с вами будет создан прекрасный стул, на котором можно будет сидеть долгое время и при необходимости его исправить. При необходимости его доработать и изменить. Но главное, вы уже будете уметь создавать эту базу. Поэтому присоединяйтесь к моему курсу повествованию на тему автоматизации тестирования UI Python Selenium PyTest.